Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Пегас. Пегас. Согласно послегомировской легенде, крылатый конь Белерафонта, рожденного из крови убитой Персеем Медузы. Белерафонт поймал Пегаса, когда тот пил из перенского источника. Этот источник можно и сейчас увидеть среди развалин старого Каринфа. Необузданный Пегас считался символом Каринфа и изображался на монетах. После того, как Пегас ударом своего волшебного копыта высек на горе Геликон-источник Гиппокрену, лошадиный источник, он стал любимцем Муз. Вместе с Белерафонтом Пегаса часто изображали на античных вазах. Позже Пегас становится символом безудержного поэтического полета фантазии и в этом качестве часто появляется в поэзии. Из Википедии. Благодаря Пегасу Белерафонт смог с воздуха поразить из лука Химеру. Другие мифы приписывают этот подвиг Персею. Пегас помогал герою в других подвигах. До тех пор, пока тот не вознамерился постигнуть на крылатом коне небо. По другой версии взлететь на Олимп. Разгневанный святотатством Белерафонта Зевс послал овода или слепа. Ужарившего Пегаса под хвост. Конь обезумел от боли и сбросил Белерафонт вниз. Пегаса же Зевс подарил Эос, богине Зари. По другим рассказам, Белерафонт пытался взлететь на небо, но взглянул вниз и от страха упал. Пегас же продолжил боли. Пегас доставлял Зевсу на Олимп громые молнии, от изготавливающего их гефеста. По мнению ученых 19 века, родившийся от смертоносного чудовища на краю света и вознесшийся на сверкающие вершины Олимпа, Пегас является символом связи с его живым. Ну вот так вкратце о Пегасе. Согласно послегомеровской легенде, крылатом коне Белерафонта, рожденного из крови убитой Персеем Медузы. Пока-пока, до свидания.